С сегодняшнего дня в Новоуральске началась приемка школ. До среды специальная комиссия под руководством заместителя главы по социальной политике Инны Лобовой проведет оценку готовности учебных заведений к новому учебному году. А накануне прошла проверка ремонтных работ. В рамках программы главы округа Вячеслава Тюменцева на территории города в этом году планируется большой спектр работ, капитальные ремонты и обновление материально-технической базы. Еще один пункт – это ремонтные работы, которые выполняются согласно предписаниям надзорных органов. Также во всех образовательных организациях запланирована смена деревянных оконных блоков на пластиковые. Выполнение поставленных задач, как правило, приходится на летний период. До неузнаваемости изменится здание бывшего детского сада на Ленина, 97. С этого года это будущий центр диагностики и консультирования. Помещения уже переданы в использование ЦДК. С января психолога медико-педагогическая комиссия работала уже по новому адресу, но на время ремонта вновь вернулась в управление образованием. В этом году здесь меняется 63 оконных блока. В следующем году мы сделаем проектно-сметную документацию для того, чтобы уже центр диагностики и консультирования провел все ремонтные работы, переоборудование кабинетов и смог в последующем заехать в это здание и жить здесь отдельным таким структурным подразделением. А в 40-й школе в это время ремонтные работы шли по трем направлениям. Замена окон, капитальный ремонт отмостки здания. Также у ворот появилась система автоматической разблокировки. При срабатывании пожарной сигнализации ворота, вне зависимости от наличия на месте сотрудников, механически откроются. При необходимости устройство можно управлять при помощи пульта. А благодаря фотоэлементам при закрытии ворот человек, находящийся между створками, не будет зажат. Эти работы проводятся по предписанию пожарного надзора. На 2022 год у нас запланировано 57 ворот по всем учреждениям образования. Сумма примерно 14 миллионов на эти мероприятия отведена. В этой школе работы проводила подрядная организация ООО «Размер плюс». В настоящий момент работы выполнены, идет пусконаладочный процесс. Хочется выразить огромную благодарность главе города, управлению образованием, за предоставленную финансовую возможность обеспечивать более комфортные и безопасные условия пребывания детей в школе 40. Если, не дай бог, сработают у нас пожарные сигнализации, то двери будут автоматически открываться. Двери в данном случае и шлагбаум. У нас сейчас проходит самый жаркий период. Ответственный – это пора экзаменов. Мы являемся пунктом проведения экзамена ЕГЭ. И поэтому все ремонтные работы мы проводим только тогда, когда нет самого процесса. В очень тесном взаимодействии с обслуживающими организациями работаем, для того, чтобы не сорвать процесс сдачи единого государственного экзамена. И, конечно же, мы ведем работу по подготовке нашего учреждения к приемке, для того, чтобы к новому учебному году все было замечательно. В школе интернат номер 53 также появилась система автоматического открывания ворот. Помимо этого, класс технологий переоборудован для учеников начальной школы. Вместо одного помещения появятся два уютных класса для ребят. В этом ремонтном сезоне в школе обновят и покрытие из линолеума на путях эвакуации. В общем, в этом году, согласно программе главы управления образования, выделено порядка 80 миллионов. Помимо перечисленных выше работ, в эту сумму включают и обновление двух стадионов. Стадион в лицее 58, и это стадион в самоцветах. Поэтому, конечно же, львиная доля этих денег из 80 миллионов уходит на то, чтобы наши дети могли заниматься спортом, физической культурой и оздоравливаться в учреждениях образования. Большие ремонтные работы, которые проводятся благодаря тому, что сформирована программа главы, они вот в этом году защищены. И управление образования делает все возможно совместно с централизованной бухгалтерией для того, чтобы все ремонтные работы были выполнены качественно, в срок, и чтобы наши образовательные организации были приняты к новому учебному году без замечаний. Как изменились школы и удалось ли устранить приписание надзорных органов, мы покажем и расскажем позднее, после окончания приемки учебных организаций комиссии. Валерия Конева, Николай Ларионов. Объектив. Итоги.